Всем привет, с вами Евгений Сулейманов и сегодня мы рассмотрим ключевые паттерны системного дизайна. Дисклеймер. Все сказанное в данном видео является оценочным суждением автора и никаким образом не связано с компаниями, с которыми автор сотрудничает. Цель данного видео это дать базовое понимание ключевых паттернов системного дизайна. Немного о себе. Более 10 лет опыта в разработке, занимаюсь созданием и проектированием систем, записываю обучающее видео, публикую материалы по разработке. План нашего видео следующий. Мы рассмотрим такие паттерны как CQRS, Ambassador, Publisher, Subscriber, Event Sourcing, двухфазный коммит и в завершении мы рассмотрим Circuit Breaker, он же прерыватель. CQRS. Command, Query, Responsibility, Segregation. Это паттерн проектирования, который позволяет нам разделить операции чтения, query и операции записи, command в нашем приложении. Он предлагает нам использовать отдельные модели для запросов и для команд. Это позволяет нам оптимизировать их независимо друг от друга. Преимущества. Первое. Улучшенная производительность. Разделение моделей для чтения и для записи позволяет нам оптимизировать и заточить каждую под свои конкретные цели. Второе. Это гибкость. Данный паттерн позволяет разработчикам выбирать подходящую технологию и инструменты для каждой из моделей. Третье. Это более легкая масштабированность. Потому что разделение данных моделей и возможность горизонтального масштабирования каждой из них, независимо друг от друга, позволяет нам повысить и упростить масштабированность системы в целом. И улучшенное разделение обязанностей. То есть разделение моделей на модели чтения и записи позволяет нам более четко определить границы между компонентами нашей системы. Недостатки. Усложнение архитектуры. Внедрение CQRS может привести к тому, что наша система станет довольно-таки сложной. То есть разделение моделей чтения и записи требует от нас дополнительной логики. Например, механизмы синхронизации, обработки запросов, обработка данных на запись и другие компоненты. Это может привести к увеличению сложности разработки и временных затрат. Далее. Синхронизация данных. При использовании отдельных моделей для чтения и записи возникает необходимость обеспечения синхронизации данных между ними. То есть если в модели с записью на что-то изменилось, мы должны внести соответствующие изменения в модель для чтения. И повышенная сложность тестирования. Разделение моделей и добавление дополнительной логики усложняет процесс тестирования. То есть нам сложнее построить как юнит-тесты, так и интеграционные тесты. Области применения. То есть это онлайн-магазины, финансовые системы, системы управления контентом, то есть Content Management Systems. Как это выглядит? Вот наша база данных. Прилетел запрос на запись. Далее. После того, как данные ушли в базу данных на запись, мы синхронизируем эти данные. То есть скидываем их в базу данных для чтения. И в будущем, когда будет прилетать запрос на чтение, мы будем читать данные из второй BD. Рассмотрим более конкретный пример. У нас есть клиент. У нас есть сервер. Мы разделяем все запросы от клиента на сервер на две части. Это команда, то есть запись, и запрос, то есть чтение. Когда происходит запись данных, мы закидываем эти данные в BD для записи. Автоматически эти данные должны быть синхронизированы и закинуты в BD для чтения. И когда прилетит запрос на чтение данных, мы их получим из второй базы данных. Паттерн Амбассадор, он же посол, представляет собой архитектурный паттерн, который используется для обеспечения контроля и управления доступом к удаленным сервисам. Он представляет собой слой посредника, который обрабатывает запросы и ответы между клиентом и удаленным сервисом. Рассмотрим плюсы и минусы применения данного паттерна. Преимущества. Первое это управление и контроль. Данный паттерн обеспечивает нам централизованное управление и контроль доступа ко всем удаленным сервисам. Далее сокрытие реализации. То есть он как бы инкапсулирует клиента от всех сложностей взаимодействия с удаленными сервисами. У него есть один отдельный API, то есть интерфейс взаимодействия, в котором вскрыты все детали и связи с другими сервисами. Далее мы решаем проблему с сетью и надежностью. То есть он может обрабатывать проблемы с сетью и обеспечивать дополнительные механизмы надежности внутри себя. Масштабируемость. Допавление посредника позволяет нам легко добавлять или изменять удаленные сервисы. При этом это никак не зааффектит контракт взаимодействия с внешним миром. Недостатки. Первое это более высокая сложность. Потому что добавление данного слоя увеличивает сложность архитектуры системы в целом. То есть нам необходимо разрабатывать и поддерживать код посредника. Далее дополнительная задержка и точка отказа. Использование этого паттерна несет в себе задержку на обработку запросов и вызов сторонних сервисов. И также он становится единой точкой отказа, если что-то пойдет не так. И также более сложная отладка и мониторинг. Потому что процесс обнаружения и исправления багов потребует отслеживания всего взаимодействия между всеми сервисами. Область применения. Первое это микросервисы. Второе распределенные системы. И паттерн API Gateway, который мы часто видим. То есть он может быть применен в нем как посредник и обеспечивает доступ, авторизацию, аутентификацию и другие функции безопасности и надежности. Как это выглядит? У нас с вами есть клиент. Есть сервер. Сервер все свои запросы направляет на амбассадор, он же посредник. И уже посредник сам решает, куда отправить этот запрос. То есть будь то сервис платежей, сервис удавлений или сервис отчета. Паттерн Publish Subscribe или PubSub это паттерн взаимодействия между компонентами системы. Где отправитель этих сообщений не напрямую связан с получателями сообщений, а отправляет сообщения в какие-то темы, топики, каналы. И подписчики, которые заинтересованы в этих данных, подписываются на темы для получения только нужных сообщений. Преимущество. Гибкость и расширяемость. Он легко позволяет нам добавлять как новых публикаторов, так и подписчиков без изменения существующей логики системы. Следующее это распределенность. Потому что мы можем реализовать распределенную систему, где публикаторы и подписчики могут находиться в разных узлах приложения или даже в разных приложениях системы. Далее локальное и асинхронное взаимодействие. Публикация сообщений происходит независимо от наличия подписчиков. То есть мы можем просто накидывать эти сообщения в топик, а подписчики уже будут получать их, когда будут готовы. И это добавляет нам надежность, потому что сообщения не будут потеряны. Расширение и фильтрация. То есть подписчики могут выбирать только те темы, которые их интересуют, и получать только соответствующие сообщения. Недостатки. То есть здесь нет гарантии доставки сообщения. То есть независимо от того, что публикатор закинул сообщение в топик, мы не знаем, будет ли оно прочитано или нет. То есть если подписчик временно недоступен или пропускает сообщения, то они могут быть удалены. Если, например, мы настройка какой-то retention, retention policy, и сообщение было удалено. Далее сложность поддержки порядка сообщений и более сложная отладка. То есть отлов багов будет более сложным, потому что обычно нам нужно будет тестировать два flow. То есть публикацию и потом консюминг. Область применения. Данный паттерн активно используется в системах мониторинга и логирования, в распределенных системах уведомлений и в системах обработки данных и аналитики этих данных. Как это выглядит? У нас есть сервер-нотификация, который засылает данные в наш сервер распределения. И наши клиенты, они же сабскрайберы, получают данные из этого топика. Ивент-сорсинг – это паттерн проектирования, в котором все изменения состояния системы сохраняются в виде ивентов, а не просто в виде текущего состояния сущности или объекта. Преимущества. Первое – это история всех изменений. Ивент-сорсинг позволяет нам хранить историю всех событий и изменений, которые произошли в нашей системе. Второе – это восстановление состояния. Так как все события хранятся в системе последовательно, мы можем восстановить любое состояние, просто воспроизведя все события, которые были в системе. Горизонтальное масштабирование. Ивент-сорсинг упрощает нам горизонтальное масштабирование, так как каждый объект может быть обновлен независимо от других. И расширяемость. То есть новые фичи могут быть добавлены путем добавления новых событий и их обработчиков, не затрагивая существующий код. Недостатки. Первое – это сложность поиска, потому что поиск данных именно в истории событий – задача нетривиальная. Повышенная сложность разработки. Так как нам необходимо четко отслеживать порядок изменений состояний, нужно хранить события, добавлять обработчики. И самое главное – это защита от неправильных событий. То есть ивент-сорсинг не обеспечит механизм защиты от неправильных или некорректных событий. То есть если неправильное событие попадет в историю, то это может привести к непредсказуемым последствиям в нашей системе. Области применения. Это системы с требованиями к аудиту, это микросервисные системы, распределенные системы и системы, требующие временного анализа. Для людей будет понятным примером – это системы доставки. То есть есть посылка, и нам необходимо знать состояние посылки в ходе ее доставки. Пример. У нас есть таблица посылок Parcels. В ней есть колонки Parcel ID, User ID, Destination, SKU и Status. Стандартный подход у нас при изменении состояния мы просто меняем в таблице Status is Created, потом Departed, потом Delived и так далее. Если мы говорим про Event Sourcing, то при каждом изменении нашей системы, то есть когда статус будет Created, мы создадим отдельный ивент, на который может быть повешен свой обработчик. Например, отправка уведомлений, создание каких-то дополнительных сущностей и так далее. Потом, когда мы изменим статус Departed, мы создадим новый ивент, в котором статус будет Departed. И опять-таки к этому событию мы можем подвязать свой обработчик. И когда Delived, создастся третий ивент со статусом Delived с Event Type Parcel Done, на который мы также можем повесить свой собственный обработчик. To Face Commit, 2PC. Это координирующий паттерн, который обеспечивает атомарность и согласованность между несколькими распределенными ресурсами. Например, BD в рамках одной транзакции. Он используется для обеспечения согласованности изменений в разных системах, чтобы либо все изменения были успешно применены, либо все изменения были отменены. Преимущество. 2PC обеспечит нам атомарность транзакции, то есть либо все, либо ничего. Далее, глобальная видимость изменений. При использовании 2PC все изменения, которые связаны с транзакцией, будут видны глобально. И это означает, что другие части системы смогут видеть и использовать эти изменения только после успешной фиксации транзакции. И третье – это совместимость с распределенными транзакционными системами. То есть два PC совместим с, например, XA Extended Architecture и GTA, то есть Java Transaction API. Это позволяет нам интегрировать системы, которые используют разные технологии и обеспечивает согласованность и атомарность операций. Недостатки. Первое – это отказоустойчивость. Нам необходимо постоянное соединение между координатором и всеми участниками системы. Перформанс. То есть вот эта сложность может породить задержки и, грубо говоря, время ответа по итогу будет более высоким. И сложность реализации. То есть реализация этого паттерна требует тщательного планирования, проектирования и хорошего тестирования. Области применения. Это распределенные системы баз данных, это транзакционные системы и распределенные сервисы и микросервисы. Рассмотрим пример. У нас есть сервис, банковский сервис и у нас есть два шарда база данных. Нам необходимо снять деньги у пользователя А и перекинуть их пользователю Б. Причем пользователь А, его данные находятся в шарде 1, у пользователя Б в шарде 2. Соответственно, эта задача нетривиальная. И тут в игру вступает так называемая сущность координатора. То есть сервис будет слать запрос на координатор, а координатор будет отвечать за вот как раз двухфазный коммит. Рассмотрим более детально. Координатор отправляет так называемый подготовительный запрос на шарт 1 и получает от него ответ. Он говорит, да, с высокой вероятностью данная транзакция будет выполнена. После этого координатор послает запрос на шарт 2, получает от него такое же подтверждение. Теперь он делает первый коммит на шарт 1, получает от него сообщение об успехе. Потом он делает второй коммит на шарт 2, получает сообщение об успехе. И только после этого транзакция у нас будет выполнена. Circuit Breaker. Данный паттерн, прерыватель цепи, используется для обработки ошибок и отказов в распределенных системах. То есть мы хотим предотвратить повторные неудачные запросы к сервисам или ресурсам, которые на данный момент недоступны. Преимущества. Первое, это устойчивость к сбоям. Данный паттерн предотвращает накопление неудачных запросов к сервису. И это позволяет нам устранить перегрузку этого сервиса, когда он восстановится. Далее, снижение задержек. При переключении в состояние открытое, то есть открытое, в данном случае как мост, да, вот разводной мост, если он открыт, пройти по нему невозможно. Для нас это будет состояние открытое. То есть при переключении в состояние открытое, прерыватель быстро отвечает на запрос об ошибке, минимизируя время ожидания вызывающего кода. И управление ресурсами. Данный паттерн позволяет нам контролировать использование ресурсов, таких как сетевые соединения и потоки выполнения, путем простой блокировки запросов при обнаружении проблемного сервиса. Недостатки. Сложность, то есть внедрение данного паттерна требует дополнительного кода и инфраструктуры для отслеживания и управления состоянием. Далее, возможное снижение функциональности. То есть, например, если прерыватель открыт или полуоткрыт, Circuit Breaker блокирует запросы к сервису и, грубо говоря, целый набор функционала может быть недоступен какое-то время. Нам необходимо здесь балансировать между надежностью и доступностью системы. Далее, потери актуальности информации. То есть, при блокировке запросов к сервису прерыватель может возвращать заранее определенный ответ об ошибке, при этом данные, конечно же, будут неактуальны. И сложность определения пороговых значений. То есть, определение этих значений для переключения состояния прерывателя может быть довольно-таки сложной задачей. И неправильно настроенные пороги могут привести либо к неправильному отключению сервиса, либо неправильному его включению. Область применения. Это распределенные вызовы к сервисам. Это защита от перегрузки сервисов. Далее, интеграция с внешними ресурсами. То есть, при взаимодействии с внешними ресурсами, такими как база данных, кэши, файловые системы, прерыватель помогает управлять доступом к ресурсам и предотвращает нежелательные последствия от их временной недоступности или ошибок. И повышение отказоустойчивости. То есть, прерыватель улучшает отказоустойчивость системы, предотвращая каскадные сбои и перегрузку сервиса. Рассмотрим простой пример. У нас с вами есть 4 сервиса. Сервис 1, сервис 2, сервис 3, сервис 4. И стандартный нормальный флоу какого-то функционала выглядит так. Сервис 1 шлет запрос на сервис 2, от него, от второго сервиса идет запрос на сервис 3 и потом на сервис 4. В этом случае у нас успех. Все красиво. Предположим, в какой-то момент сервис 3 вышел из строя. В этом случае, давайте сейчас сосредоточим только на сервис 2 и сервис 3. Мы понимаем, что слать сейчас запросы, пока сервис 3 упал, нет смысла. Для того, чтобы мы лишний раз не нагружали сервис, мы вводим так называемый прерыватель. Представьте, что это мост. Если мост закрыт, то есть он горизонтальный полностью, значит по нему данные идут, мы спокойно засылаем запрос на сервис 3. Если он открыт, это значит, что дальше он поднят, по нему не пройти. Соответственно, мы, подойдя к мосту, сразу будем понимать, что даже издалека увидев, что нет смысла туда идти. Итак, вот прерыватель у нас закрыт. Теперь, если он узнал, что сервис 3 недоступен, он переходит в состояние открытый. И теперь, когда сервис 2 будет слать новый запрос на сервис 3, он по факту даже не дойдет до сервиса 3. То есть на уровне прерывателя он от него получит какой-то стандартный ответ. Скажет, извини, сервис 3 недоступен, подожди или делай, что хочешь на свое усмотрение. Далее, когда сервис 3 снова станет работоспособным, он уведомит об этом прерыватель или прерыватель сам узнает путем хардбита. И, соответственно, он переключится в состояние закрытый, то есть снова рабочий. И теперь, когда сервис 2 сделает следующий запрос на сервис 3, данные пойдут туда и вернется в стандартный респонс. На этом мы заканчиваем обзор ключевых паттернов системного дизайна. Я буду рад любой конструктивной критике, вашим предложениям, пожеланиям. Вы можете связаться с помощью комментариев под видео, наиболее правильный способ и более удобный, либо по e-mail, который вы видите здесь. Я прощаюсь с вами, удачи вам, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok